друзья всех приветствую на своем канале и сегодня будет то о чем многие уже давненько просили сделать старую ржавую заброшенную технику и в качестве этой техники на диораме сегодня выступит и су-152 от фирмы звезда модель с неплохой детализации и весьма приемлемой ценой ну а на какой сюжет я ориентировался в постройке думаю рассказывать вам не стоит и вы уже сами догадались естественно чтобы достичь необходимого результата мне придется немножко попилить поэтому понадобится гравер а также немного металлических всяких штуковин последние мои работы были весьма яркими и динамичными ну а эту я постараюсь сделать на таком контрасте с неоднозначным настроением но если ты любишь динамику и ритм то тебе точно понравится калибр калибр это бесплатный тактический онлайн экшен в котором ты можешь взять на себя одну из четырех ролей если тебе нравится как и мне не раскрывать своего лица и оставаться в тени то для этой задачи подойдет снайпер играя за штурмовика ты можешь уничтожать цели с ближних и средних дистанций а медик и боец поддержки прикрывают в бою и поддерживают боеспособность всей команды реализм важен не только в диорамах вооружение экипировка и спецсредства разных стран в калибре воспроизведены с большой точностью и если ты на деле хочешь испытать оружие то в игре доступно два режима игра 4 на 4 против реальных игроков и пве миссии против искусственного интеллекта частые ивенты обновления динамика и командный геймплей не дадут тебе заскучать регистрируйся сам и зови друзей ссылка будет в описании по ней все новички получают 7 дней премиума а после первых боев еще и 25 тысяч кредитов дадут а этого уже хватает для покупки нового бойца и главное помни все решает тактика и так приступим сегодняшняя сборка модели будет значительно отличаться от того что я делал раньше потому что в основном я буду ее не собирать а ломать вот эту часть я буду полностью вырезать поэтому деталь который скрепляет нижнюю и верхнюю части корпуса я сломал пополам чтобы после резки заметно ничего не было и прямо в процессе сборки я уже начинаю модель ломать срезай лишние детали ориентировался на фотографии которые есть в интернете а вот это единственные мелкие детали которые остались на том и су посидеть и и пособирать пришлось только ходовую часть потому что она там полностью целая это пазы которые скрепляют верхнюю и нижнюю части корпуса и мне также пришлось их срезать потому что эта часть будет видна устанавливаю катки на свои места и по большому счету на этом вся сборка завершена последние детали это гусеничная лента она здесь сделана из пластика и довольно сложно было имитировать провис а без него модель смотрелась бы не так как нужно поэтому я вышел из этой ситуации просто вставив спички и они как бы подпирали все это дело далее продолжая ломать полностью прям под корень срезаю все над гусеничные полки и потом зачищаю ножом этап следующий это шпаклевка как я и сказал большое количество деталей не использовалась и остались пазы их нужно зашпаклевать и также нужно под шпаклевать те места немножко где я срезал чтобы все было ровно в местах где есть заклепки болты после высыхания шпаклевки будет сложно зашлифовать поверхность не испортив ее поэтому с помощью клея я разглаживаю так скажем шпаклевку клей и и растворяет настало время немного попилить буду использовать для этой задачи гравер мне необходимо полностью срезать верхнюю часть отсека мт о срезал в миллиметрах двух от края на случай если дрогнет рука чтобы модель не испортить после резки срезаю лишнее ножом и опять шпаклюет также для задачи устранения отверстий мне понадобился обычный литник чтобы закрыть вот эту дыру за ведущими катками в итоге получилось вот так внутреннюю сторону я обрабатывать никак не буду а вот с наружной стороны корпуса все зашлифовываю с помощью шлифовальной губки остались небольшие мелочи сварные швы я наметил с помощью надфиля и вот эту деталь название которые я не знаю но думаю в комментариях вы мне напишите сделал из алюминиевой банки под поручни я просверлил отверстия вот таким вот маленьким сверлом и сделал их из проволоки 0 35 миллиметров и естественно немножко их погнул на этом сборка завершена и вот такой вот пикап у меня в итоге получился покраска модели этот этап будет также необычный но прежде чем его начать модель я конечно же загрунтую грунт выбрал цвета ржавчины и наношу его довольно толстым слоем дальше вы поймете почему вот что получается на данный момент и далее я приступаю к изготовлению основания за основу взял как всегда пеноплекс кусок 5 сантиметров но он показался мне слишком толстый для такой работы среднего размера поэтому срезал чтобы получилось 3 и делать рельеф то есть задавать основу под него буду с помощью гипса сначала залил просто тонкий слой и далее уже более густым начал возводить всякие возвышенности на каждом этапе я старался ориентироваться на фотографии но они сделаны в разные года и там отличается и рельеф и растительность поэтому выбрал что-то среднее то что мне нравится и вот по поводу растительности вспомнил что у меня есть вот такие сорняки которые я еще давно заказал с алиэкспресс собрал из них небольшой пучок нанес колей спрей и посыпал губкой которую сам делаю на канале есть видео ролик о создании этой присыпки и создании растительности с ней оставлю в подсказках ссылку как я и сказал ранее покраска будет очень необычная базового слоя в привычном его понимании не будет слоев и разных оттенков будет большое множество это необходимо для того чтобы модель не казалось монотонной потому что она полностью ржавая в некоторых местах на этом и су будет проглядываться базовый слой поэтому для начала акриловой краской я его нанес а чтобы слой был полноценным в тех местах где он не будет проглядываться я наносил цвет ржавчина пару оттенков далее я рисую номер и после этого приступаю к работе с пигментами первый слой он будет монотонный чисто старая ржавчина втирающими движениями нанес ее на всю модель этот цвет пигмента будет как бы базовым слоем то есть основы это что пойдет далее будет служить для того чтобы избавиться от монотонности для начала местами нанес пигмента темная грязь и далее все это дело зафиксировал фиксатором соответственно пигмента фиксатор я не просто тупо наносил на поверхность а старался с помощью него перемешивать пигмент между собой стирать его в некоторых местах чтобы проглядывался базовый слой в общем все нацелено на то чтобы сделать модель реалистичной также в процессе в некоторых местах я подбавлял акриловой краски то есть базового слоя а также немножко пигмента базовый слой готов и если рассматривать это как обычную модель то сейчас начинается визеринг начинаю добавлять ржавчину светлого цвета далее наношу смывку полностью покрываю ей гусеничную ленту и немножко выделяю рельеф наверху пока что получается вот такая вот монотонная модель поэтому этап следующий это снова пигменты но на данном этапе я буду их наносить в сыром виде то есть разбавляю их водой опять же плюс минус ориентируясь на фотографию наношу на поверхность эффект в отличие от сухого пигмента получается абсолютно другой благодаря воде он немножко по-другому ложится на поверхность смешивается между собой получаются новые оттенки но в общем это немножко поинтереснее чем просто втирать пигмент также на этом этапе помимо ржавчин и грязи светлых и темных тонов я подключил пигмент пыльного оттенка после нанесения естественно фиксатор и опять же с помощью него я дополнительно пигменты перемешиваю между собой еще немножко базового цвета для того чтобы изобразить сколы опять же миллионы миллиарды слоев я уже нанес на эту модель и на озвучке я уже даже не знаю что вам говорить чтобы было интересно после всех этих многочисленных этапов модель покрываю ультраматовым лаком потому что после фиксатора остались небольшие разводы и теперь можно наконец-то дать модели немножко отдохнуть и приступить к основанию как всегда края обрамляю с помощью бальцы приклеиваю ее на клей пва и прижимая с помощью веса подставки на отдых как вы понимаете у модели оказалось времени не особо много поэтому снова приступаю к ней в целом мне очень понравилось как получилось ржавчина на этой модели но мне не понравилось то что здесь просто ржавчина поэтому я решил нанести пыль уже на всю модель опять же с помощью светлого пигмента разведенного водой таким образом детали все подчеркнуться и это будет в общем смотреться интереснее на диораме между делом выделил сварные швы также по ним прошелся немножко смывкой к этому времени клей на подставке подсох и можно срезать лишние куски бальсы финишный слой рельефа я буду делать с помощью специальной акриловой пасты просто тычковыми движениями наношу ее на поверхность в месте где будет стоять модель наношу ее чуть больше чтобы прямо на нее модель эту приклеить далее с помощью обычной текстурной пасты подправляю мелкие недочеты около краев и также немножко добавил ее внутрь модели там будет земля и растительность сверху чуть-чуть песком присыпал полностью покрыл все основание акриловой пасты и далее на пригорках немножко посыпал перемолотой коры дуба теперь начинается ландшафтный дизайн первым делом внутрь модели я добавил немножко растительности после этого начинаю добавлять новые оттенки то есть тонирую поверхность делаю это с помощью акриловой краски как всегда в работе использую воду для более плавных переходов переливов чтобы смотрелось все в моем стиле далее закрываю эту часть чтобы туда ничего не попало потому что следующий этап это создание растительности всякой мелочи на всем основании всякие мелкие детали буду прорабатывать из натуральных материалов от корешки камушки растительность мог всякое такое и помимо этого понадобится мне флок для начала на клей пва я приклеиваю крупные камни для разнообразия решил добавить красной каменной крошки после этого приступаю к работе с флокатором и соответственно с флоком так как растительность занимают огромную площадь на этой диораме подошел к этому вопросу довольно серьезно флок буду носить в два этапа первый это низкая трава взял два цвета перемешал между собой нанес на поверхность клей пва и с помощью флокатора а высадил после на этот же слой добавил сухой травы отдельно получается в итоге вот такой вот результат и теперь второй этап нанесения флока я буду носить более высокую траву длина ворса 6 миллиметров но уже выборочно то есть в некоторые разные места далее перехожу к более крупной растительности и первым делом добавил немножко сухих кустов далее сухая высокая трава ну либо крупные какие-то сорняки это флок с длиной ворса 12 миллиметров теперь вот такие крупные натуральные корешки просто для контраста ну и для имитации веток далее идет крупная растительность это кусты и небольшое дерево решение изменить основную растительность пришло в самый последний момент поэтому я ничего не успел снять но это тоже натуральный сорняк я уже долгое время ищу разные решения и вот только сейчас пришел к такому реалистичному но согласитесь это гораздо лучше того что у меня было раньше соответственно и информации за все время по этому вопросу у меня накопилось огромное множество и и хватит на отдельный видеоролик поэтому кому интересен этот вопрос данное видео я выложу на свой лайв канал ссылка будет в описании кустов я добавил чуть больше чем есть на самом деле чтобы диорама выглядела интереснее и появился сильный контраст между старой ржавой заброшенной техникой и растительностью последний этап создания ландшафтного дизайна это мелкие камушки которые я посыпаю сверху и фиксирую с помощью фиксатора для гравия после того как я покрасил края подставки в черный цвет и вроде бы диорама уже готова но мне показалось что не хватает одной очень важной детали которая будет эту диораму отличать от просто заброшенной ису вот теперь работа полностью завершена обязательно пишите свое мнение мне будет интересно почитать ваши комментарии и на этом с вами я прощаюсь желаю вам продуктивного творчества и до новых встреч Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова Субтитры сделал DimaTorzok